Какое худшее решение вы приняли в порыве гнева? Каковы были последствия? Я швырнул свой телефон, когда спорил со службой поддержки Lenovo по поводу гарантии на мой сломанный ноутбук. Телефон попал в телевизор, и теперь они оба с треснутыми экранами. Я очень жалею об этом, особенно когда выхожу в интернет на библиотечном компьютере. Когда мы с сестрой были детьми, мы поссорились, наверное, в первый раз. Она была достаточно взрослой, чтобы ей можно было доверять оставаться дома одной и все такое, а я примерно на 5 лет старше ее. Мы поссорились, не помню из-за чего, но вскоре она вернулась в комнату, где я сидел. Она была в слезах и держала в руках листок бумаги. Это был рисунок, где мы с ней держались за руки и слово «прости». Я разорвал рисунок у нее на глазах, бросил на пол и вышел из комнаты. Я уверен, что она не помнит этого, но это все еще мучает меня до сих пор. Сегодня мы очень хорошо общаемся, но я никогда не забуду ее слезы в тот день и мой дерьмовый поступок. После ужасного матча в Старкрафт 2 я бросил ложку в один из моих мониторов. Теперь мне нужен новый монитор. Я не попрощался с мамой, когда видел ее в последний раз. Я мысленно желал, чтобы она умерла. Только потому, что я был зол, что она и мой брат собирались на Фиджи без меня, а я был вынужден работать в это время. Но я не знал, что они скрывают от меня, что ее лучевая терапия не сработала и ей осталось недолго. Я понятия не имел, что рак дошел до этой стадии, поэтому, когда она подошла, чтобы обнять меня на прощание, я отвернулся. Поэтому она обняла меня сбоку. Но это большее, что она могла сделать, потому что она была очень слаба. Я все еще чувствую себя самым дерьмовым человеком на свете, вспоминая ее лицо в то утро и ее маленькое тощее тело, прижатое ко мне. Сказал судье, досрать я хотел на ваш суд и весь ваш гребаный город. Последствия 30 дней в тюрьме за неуважение к суду. Четыре года назад я только что закончила очень серьезные, очень болезненные отношения с парнем, которого я любила. Однажды вечером мы были среди общих друзей, и он решил сделать мне больно, представив мне свою новую девушку. Ну, я разозлилась и решила попытаться сделать больно ему. Я познакомилась с милым парнем в баре в тот же вечер. Мы очень хорошо общались, и я пошла с ним на вечеринку в дом его друзей. Вот так меня и изнасиловали. Мне потребовалось несколько лет, чтобы прийти в себя и привести голову в порядок. У меня все еще есть некоторые проблемы с доверием, и я боюсь вступать в интимные отношения. Я сожалею о той ночи и вернула бы все это обратно. Весь глупый и жалкий гнев, если бы могла. Но я также знаю, что то, что произошло, морально сделало меня сильнее. Сильно поругался с женой. Уехал в гневе из дома на машине. Не справился с управлением и врезался в дерево. Долгое время находился в реанимации. Чуть не умер. Лицо навсегда изуродовано. Я жил в общежитии, когда учился в колледже. Я был толстым, много играл в видеоигры. В общем, был изгоем и неудачником. Мой сосед по комнате и его друзья всегда смеялись надо мной, но однажды все вышло из-под контроля. Я пытался игнорировать их, но когда он обрызгал меня водой, я просто психанул и бросил в него ножницы. Они буквально застряли в его руке. Его друг снял все на телефон, и, конечно же, ролик оказался в интернете. Дальше меня вызвали в отдел службы безопасности университета. Сообщили родителям, привлекли юристов. Короче говоря, глупый ублюдок, записавший это, не удалил видео. Как только сотрудники колледжа и юристы увидели его, они посоветовали его удалить. К счастью для меня, я переехал в одноместную комнату. Тех придурков никто не любил в универе, так что я наслаждался маленькой славой в течение пары недель. Но так как я тоже никому не нравился, я был быстро забыт. Когда мне было 19 лет, я работал в летнем лагере своего рода руководителем группы консультантов. У меня намечалось какое-то семейное событие, и я хотел взять выходной, чтобы на нем присутствовать. Мой начальник не давал мне выходной, поэтому я разозлился и решил притвориться больным. Мне нужна была справка от врача, поэтому на следующий день я пошел в больницу. Моего лечащего врача не было, его замещал другой доктор. Она провела довольно тщательный осмотр, тыкала в мой живот и спрашивала, не больно ли мне и так далее. Она рекомендовала мне посетить отделение скорой помощи, потому что она считает, что у меня может быть аппендицит. Я решил с ней согласиться. Я в скорой помощи, вся моя семья рядом со мной. Они заставляют меня пить молочные коктейли с баррием, чтобы подготовиться к рентгену, который должен показать, нужна ли мне аппендиктомия. Мне нужно выпить 4 напитка в течение часа, и вот я допиваю последний, и приходит врач скорой помощи, который говорит мне, что сейчас придет хирург и сделает рентген. Хирург приходит после того, как я выпил последний напиток, он осматривает меня, я все еще притворяюсь, что мне больно, и говорит, что ему и так все ясно и снимки не нужны. Мне просто нужно срочно идти на операцию. Прошло 10 лет, как мне удалили мой здоровый аппендикс, и до сих пор я не рассказал моей семье всю правду. Моя старшая сестра безжалостно дразнила меня, когда мне было около 8 лет. Я долго думал и решил, что лучшая месть уничтожить ее любимое одеяло, которое наша мама сделала вручную. Одно для нее, другое для меня, сшитое из одной и той же ткани. Я схватил ее одеяло и ножницы и начал резать его на кусочки прямо перед ней. Она начала истерически смеяться, и это было не той реакцией, которую я ожидал. Я посмотрел на то, что осталось от одеяла, увидел на нем свои инициалы, и понял, что по ошибке уничтожил свое любимое одеялко. Я поссорился со своей девушкой в баре, оставил ее и ушел домой. Я не знал, что она преследует меня, пока она не ударила меня по затылку. Я обернулся и рефлекторно толкнул ее локтем. Я попал в тюрьму за это, несмотря на то, что оставался на месте до прибытия полицейских, чтобы изложить свою версию произошедшего. Я должен был посещать занятия по управлению гневом и оплатить ей страховку. Посещение отделения неотложной помощи, назначенные ей лекарства. И теперь я должен показывать будущим работодателям справку, что мое дело было прекращено. Когда мне было 14, я пнул свою собаку в приступе гнева. Я не ударил ее сильно, она даже лизала меня после этого. Я ни о чем не жалею настолько сильно, как об этом поступке. Это было 23 года назад, но я до сих пор помню взгляд моей собаки и как она начала лизать меня. Что за чудесное и преданное животное. Я выбросил в мусорку торт на свой день рождения, когда мне было 17. Я разозлился из-за какого-то тупого спора, о котором уже забыл через минуту. Моя мама сама испекла мне этот торт, потратила на это целый день. Я назвал мать моей девушки сукой. Мама не особо расстроилась, но вот моя девушка, после трех дней молчания и тысячи извинений спустя, мне пришлось купить несколько букетов цветов и пригласить ее на ужин. Ей, видите ли, просто не нравится это слово. Ударил копа и сломал ему нос. Это случилось на автомате, я провел чертовски ужасный день. Да еще какой-то ублюдок преследовал меня целых 4 квартала. Я думал, что это был мой преследователь, а не коп, которого я ударил, когда почувствовал тяжелую руку на плече. Полицейский катался по земле, а его напарник наставил на меня пистолет, крича, чтобы я поднял руки. Я должен был объяснить, почему произошла эта ошибка и отправиться в полицейский участок, чтобы изложить свою версию. В итоге полицейский со сломанным носом заметил мой толстый кошелек и сказал, что все в порядке и меня отпустят, если я угощу его бургерами. Все закончилось покупкой бургеров для всего отдела. Это было дорого. Мой двоюродный брат поссорился со своей девушкой. Он себя совершенно не контролировал. Она умерла. Он сидит в тюрьме. В мои подростковые годы я проиграл серьезный спор. Я не помню точно о чем, но сейчас думаю, что ничего серьезного на самом деле не было. В приступе ярости я решил ударить по дереву. Я не думал, что это будет такой сильный удар, пока моя рука не стала похожей на баклажан. Я зашел в дом и сказал папе, что прищемил руку двери у гаража, и мы поехали в больницу. Первые слова доктора после рентгеновского снимка? Похоже, у вашего сына перелом. После операции, шести недель в гипсе, месяца физиотерапии и постоянных насмешек со стороны моих родственников, я научился контролировать свой гнев. Огромная вмятина на холодильнике от удара по нему. Я определенно не умный человек. Машина сломалась в 20-й раз. Еле добрался до дома, а денег на ремонт нет. Серди топнул заднюю часть машины, разбив задний фонарь. Кричал от собственной тупости и со злости швырнул ключи далеко в кусты. А на связке были ключи от моего дома. Искал их полдня. Когда мне было 12 лет, я спорил со своей матерью и так разозлился, что разбил зеркало. И оно разлетелось повсюду, а в моих костяшках и предплечьях застряли осколки. Мой гнев сразу перешел в испуг, и я начал визжать, как бешеная сука. Я ехал в школу на машине и увидел в зеркало, как один парень, который меня доставал, едет за мной на велосипеде. Поэтому я резко открыл дверь машины, ударив его. В результате я должен был оплатить все его медицинские счета. Мой брат впадает в ярость, особенно когда играет в шутеры на Xbox. Он уничтожил 5 или 6 джойстиков от Xbox 360. Они стоят 50-60 долларов каждый, и он покупает только оригинальные. Однажды вечером во время игры он был в нескольких шагах от уничтожения очередного джойстика. Внезапно короткая ясная мысль пришла ему в голову. Возможно, я не должен этого делать. Мне придется заплатить еще 60 баксов, если я сломаю и этот джойстик. Но ярость переполняет его. Рука уже в воздухе, и максимум, что он сделал, это швырнул его на диван, а не на пол, как обычно. Ну, так сложилось, что он положил свой новенький айфон на диван перед тем, как начать игровую сессию. И совершенно забыл, что он был там до момента, пока джойстик не ударил по телефону. Это, конечно, вызвало какую-то супер ярость. Я пытался не сломать джойстик! Как судьба могла так поступить со мной? Я полагаю, что это точная перефразировка его мыслей. С активированным режимом супер ярости, очевидно, логичным ходом было пнуть 50-дюймовый проекционный телевизор так сильно, как можешь. В итоге мы имеем сломанный айфон и телевизор. Хотя джойстик иксбокс был в порядке. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые супер интересные обсуждения. Ну, а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok